Александр Лукашенко 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 дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем и думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что Беларусь и Азербайджан это два надежных друга. Особый акцент на укрепление торгово-экономического сотрудничества и развитие кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. По итогам переговоров глав государств подписан пакет международных документов. Азербайджан очень многого добился за последние годы и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Тяжелая история, но земли возвращены, их надо возрождать. Это гораздо, наверное, будет длительнее и не менее тяжелая проблема, и задача, которую Азербайджану придется решить. То, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляя, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана. Что касается конкретных проектов, договоренности достигнуты. Как отметил Александр Лукашенко, есть ряд задач, которые необходимо начать реализовывать уже завтра. Договорились о производстве совместных минеральных удобрений, комплексных. Ну а что тут медлить? Надо смешивать, делать комплексные смешанные удобрения и начинать с внутреннего рынка, чтобы Азербайджан где-то не просил какие-то удобрения, а здесь производить. У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион. А он колоссальный. Иран, Пакистан, Индия, они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные. Поэтому вот такой вопрос, его уже надо начинать решать и до ноября продвинуться. По итогам прошлого года товарооборот Беларуси и Азербайджана увеличился до 400 миллионов долларов. Однако теперь стоят новые задачи и резервы для этого есть. Уже сегодня с подачи азербайджанских министров мы начали выговаривать 1 миллиард. Это будет очень крупный шаг. Может быть в два приема мы это сделаем. Сначала 500 миллионов получим товарооборот буквально в течение года полутора. Ну и определенного времени мы выйдем на миллиард. Мы сделаем для этого все. Если мы покупаем в недрюжественных странах, к примеру, какой-то товар, который производится здесь в Азербайджане, мы должны ни на что не глядя сейчас в момент отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу. Кроме того, Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко посетить климатический саммит в Баку в ноябре. К этому времени главам государств должны доложить о выполнении поручений, данных в ходе этого визита. К слову, первые контракты подписаны. Пакет на 54 миллиона долларов. Результат участия наших производителей в международных выставках сельского хозяйства и пищевой промышленности. Каспиан Агро и Интерфуд. Стенды белорусских производителей в Баку-экспоцентр сегодня посетили Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Каникулы под мирным небом. 75 школьников из Сирии приехали на оздоровление в Беларусь. Все эти дети с непростой судьбой. Во время боевых действий они потеряли близких. Такие ребята особенно нуждаются во внимании и заботе. В нашей стране юные гости из Сирии проведут две недели. Сегодня я впервые летела на самолете. Смотрела на Беларусь. Много читала о ней в интернете. Знаю, это замечательная страна. Мои друзья уже были здесь. Показывали фотографии. Они в восторге. Я тоже очень обрадовалась, когда узнала, что смогу побывать у вас в гостях. Это далеко не первая группа детей из Сирии. Только в этом году на оздоровление к нам приедут более 200 ребят из этой страны. Мы очень благодарны народу Беларуси и, конечно, президенту вашей страны. Вы делаете этих детей счастливыми. Они очень пострадали во время войны. Яркие эмоции – это то, чего им особенно не хватает. Они в первую очередь познакомятся с нашей республикой. Побывают на экскурсии. Знают Минск. Побывают в Несвеже, в мире. Как и любые дети, они, наверное, мечтают побывать в аквапарке. И мы предоставляем им такую возможность. Ну а затем приедут в Зубрёно, где вместе с белорусскими ребятами также будут отдыхать. Беларусь принимает детей из Сирии уже на протяжении 8 лет. За это время в нашей стране отдохнули почти полторы тысячи школьников из Арабской республики. Кровотечение в брюшной полости удалось остановить. Однако премьер-министру Словакии еще предстоит операция. Его жизнь после покушения в опасности, сообщают источники. Накануне в политика стреляли. Стрелок местные писатели, известные своими радикальными и проукраинскими взглядами. Нападение произошло в городе Гандлово сразу после выездного заседания правительства. Словацкие СМИ сообщают, что местные спецслужбы и охрана премьера оценивали возможность покушения на ФИЦа как крайне высокую, но не приняли для его безопасности должных мер. В МВД страны заявили, нападение совершено по политическим мотивам. Стрелка обвиняют в попытке умышленного убийства из мести. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Как депутат Российской Госдумы оказалась в американской тюрьме, что на самом деле происходит с заключенными в самой якобы демократической стране. Почему американцы не чувствуют наших красных линий и кто будет писать новейшую историю? Об этом и не только сегодня в проекте Марков. Ничего личного. Гости депутат Государственной Думы России, журналист, общественный деятель Мария Бутина. Семь вечера на ОНТ. Новые подробности зверств геноцида и историко-правовой оценкой эксперты поделились на семинаре в Минске реальный масштаб трагедии куда больше, чем считалось ранее. Доказательства приводят исследователи, в том числе зарубежные. В ходе расследования уголовного дела список уничтоженных деревень увеличился на несколько тысяч. Генпрокуратура будет продолжать эту работу. Картину восстановят по деталям, сколько бы времени не понадобилось. В Беларуси в эпоху оккупации геноцид был многослойным. Немцы использовали этнические и национальные противоречия, стравливали различные этнические группы. И руками, в том числе добровольных помощников из национальных подразделений и батальонов, уничтожали мирное население. Очень большой корпус текстов. Это центральный архив комитета безопасности. Уточнено количество сожженных, уничтоженных населенных пунктов в годы войны. Уточнена информация по планам, которые формировались до начала войны, связанные с уничтожением местного населения. Установили то количество населения, которое проживало бы на территории Беларуси, если бы не было войны. И это порядка 17 миллионов. Об ужасах, что творились на наших землях, знают и за рубежом. Только неугодная правда прикрывается. Но есть люди, которые продолжают исследовать и называют реальные цифры и факты. И отвечать за те преступления рано или поздно придется. На примере 2-го 12-го батальона под руководством минского мясника Мпулявичуса, потому что, как минимум, его адъютант Юргис Йодис, работы, кстати, его выставлялись буквально полтора года назад в одном из музеев Литвы. И ни одно СМИ не сообщило о том, что он вообще-то нацистский пособник. В отношении этих лиц не было принято своевременных мер. И, конечно, актуальность рассмотрения их преступной деятельности сегодня очевидна. В память о казненных подпольщиках возложили цветы. Монумент в Александровском сквере на том самом месте, где нацисты устроили показательную устрашающую казнь. К развитию белорусско-китайских отношений укрепление межпарламентского сотрудничества обсудили в Совете Республики с послом КНР в Беларуси. В прошлом году парламентарии подписали двустороннее соглашение, и оно придало дополнительный импульс нашей интеграции. На встрече обсудили новая сфера взаимодействия по линии женских организаций, молодежные контакты и гуманитарное партнерство. Приоритетным остается прямое сотрудничество между городами, областями и провинциями. Сделан был акцент на необходимости активизации сотрудничества парламентария в двух странах, в том числе в аспекте регионального сотрудничества, поскольку сайт Республики является Палатой территориального представительства, и мы видим это направление в качестве одного из наиболее актуальных и перспективных. Эти годы наше парламентарий сотрудничество интенсивно развивается в рамках регионов Китая и Белоруссии. Мы с вами проводили более 300 мероприятий, которые очень эффективно продвигают сотрудничество между нашими странами на уровне областей, провинций и городов. Для более тесного взаимодействия создается также комитет по сотрудничеству между парламентариями и прямо сейчас формируется его состав.